Дорогие друзья, как слышно? Поднимите твои глаза, если вы меня слышите, хорошо. Всем добрый день, давайте потихоньку начнем. Меня зовут Глеб Шуклин, я координатор стратегического комитета Ассоциации Больших Данных. Сегодня я выступаю в роли, приятной для меня, модератора секции, которая называется «Кадры для цифровой экономики», прекрасного форума. Спасибо большое организаторам за то, что они предоставили свою площадку для нашего диалога, я бы сказал, полилога. Давайте я начну с того, что представлю сегодняшних замечательных спикеров. У нас, давайте я начну с женщин, если вы не против. Анна Абрамова, директор Центра искусственного интеллекта МГИМО, заведующий кафедрой цифровой экономики и искусственного интеллекта МГИМО. И научный руководитель магистерской программы «Искусственный интеллект». Добрый день, Анна Абрамовна. Я прошу Евгения Швыркунова, директор департамента координации федерального проекта развития кадрового потенциала ИТ-отрасли университета 2035. С нами на дистанционной связи, я надеюсь, уже есть Юлия Горячкина, директор направления кадра для цифровой экономики, оно цифровая экономика. Было бы здорово, конечно, если бы мы видели Юлию на экране, так было бы, конечно, лучше. Я предлагаю тоже поаплодировать. Виталий Терентьев, директор по кибербезопасности и связям с госорганами компании Headhunter. И Дмитрий Зубцов, руководитель Академии технологий и данных Корпоративного университета Сбербанка. Я, наверное, начну с себя, со своей презентации, прошу вывести ее на экран. Смотрите, когда мы говорим про кадры для цифровой экономики, про название нашей сессии, важно определить границы того, что мы понимаем по цифровой экономикой, где эта, собственно, цифровая экономика находится. Если вы посмотрите на общепринятое довольно-таки в мире пространство определений цифровой экономики, вы увидите, что там есть узкое определение, которое раньше использовалось для того, чтобы измерять. Есть IT-сектор, называется core, ключевое определение. Но есть и более широкие определения, которые называются digitalized economy, не просто digital economy, но и digitalized economy. И, конечно же, уже digital society, цифровое сообщество. Мы, наверное, будем говорить больше, конечно же, не просто об IT-секторе, это было бы слишком узко, но о цифровизированной экономике. В том смысле, что любая экономическая активность, которая так или иначе поддерживается сквозной цифровой трансформацией, сюда должна входить. В этом смысле, конечно, кадры для цифровой экономики не просто кадры для цифровой экономики, но и кадры и есть сама цифровая экономика. И, например, это мы можем видеть из практически всех мировых индексов, измерителей цифровой экономики. Здесь, да, один пример Всемирного банка, но на самом деле все и ООНовские, уже 20, ОСР, Международный валютный фонд, все измерители так или иначе имеют человеческий капитал, как один из немногих трех-четырех столпов цифровой экономики. Я там стрелочкой пометил, чтобы вы это видели. Россия в этом смысле не исключение, не отстаем, и не УВШИ исследования, и РАЭКовские исследования, они все так или иначе тоже про это говорят. К сожалению, там вам вторую стрелочку, наверное, не видно за спикерами, но она там тоже указывает на кадровый потенциал. Значит, кадровый потенциал и человеческий капитал состоит обычно из двух вещей. Это скиллс, навыки и джобс, занятости или рабочие места. Собственно, мы сегодня попробуем поговорить об обоих. Это, с одной стороны, образование, с другой стороны, занятость, то есть способности и потребности. Даже с учетом сказанных, даже если мы речь ведем только об IT-секторе, потребности в кадрах у нас, судя по всему, довольно большие. Я привел только некоторые цитаты, которые есть в отрывных источниках. Авторы этих цитат довольно уважаемые и известные люди. То ли нам не хватает миллиона IT-специалистов, и динамика там довольно серьезная, да, там до 2 миллионов в 27-м году. То ли 100 тысяч специалистов только в IT-отрасли. Есть индекс ДЭКа, который показывает, что Россия находится там чуть ниже среднего по уровню развития человеческого капитала в цифровой экономике. Но на самом деле это вопрос, там Россия в отстающих, или мы в общем тренде. Я в этом месте хотел бы передать слово Анне. Как раз, может быть, получится ответить на вопрос, как мы находимся и где в этом ключе в мире. Спасибо большое. А можно тогда попросить запустить презентацию? Я бы тогда подхватила те идеи, которые высказал Глеб, и пока ставят презентацию. Глеб, а можно тогда кликер? Конечно. Ну, собственно говоря, те данные макроэкономические и микроэкономические, которые на сегодняшний день есть и обобщаются в том числе и консалтинговыми компаниями, они говорят о том, что вызовы для рынка труда, они с разной степенью значимости в определенные периоды, но, собственно говоря, складываются вокруг пяти основных моментов. Так или иначе, это связано с экономической стабильностью или нестабильностью, цикличностью развития экономики и, соответственно, циклами развития тех или иных технологий. Большинство стран мира всегда держит, скажем так, как один из ориентиров, проблемы, связанные с глобальными вызовами долгосрочного развития, и, соответственно, адаптация всех секторов к тому, чтобы они были эффективны, конкурентоспособны на среднесрочном горизонте и в долгосрочном. Очень по-разному страны и отдельные сектора проходят через цифровую трансформацию. Понятно, что COVID здесь оказал очень такой стимулирующий эффект. И, соответственно, последний пункт – это то, насколько вообще могут адаптироваться системы образования. От классического образования трехуровневого до дальнейшего уже образования корпоративного. И, собственно говоря, все время ставится вопрос о том, какие все-таки навыки при таком уровне развития цифровых технологий являются самыми необходимыми, самыми востребованными в различных секторах. В таблице 15 ключевых навыков – это, собственно говоря, анализ, проведенный на нескольких опросах Всемирным экономическим форумом. Показано, что, собственно говоря, те компании, которые участвовали в этих опросах, скажем так, системные постоянно, они все-таки указывают на то, что те самые мягкие навыки, аналитические, умение адаптироваться, умение решать сложные комплексные проблемы, оно является одним из основных. И понятно, что это никто не отменяет того, что нужно понимать масштабы и динамику развития технологий, уметь их использовать, но вот эти наши опасения о том, что технологические навыки вытеснят все остальные, они в какой-то степени не являются полностью обоснованными. Что интересно, что страны-лидеры в цифровом развитии, в первую очередь, они рассматривают кадровый потенциал, как уже Глеб отмечал, как один из центральных фундаментов для долгосрочного обеспечения конкурентоспособности. И что делается в этой части? Помимо того, что стимулируются инвестиции в развитие ключевых секторов, связанных с цифрой и на частном уровне, и на государственном, идет очень активное стимулирование развития талантов и упрощения кадрового потенциала. Плюс, параллельно с этим, в качестве одного из главных элементов для того, чтобы обеспечивать долгосрочное развитие, рассматриваются все варианты, связанные с тем, как оптимально простраивать систему регулирования для того, чтобы бизнесу было комфортно, хорошо, не только в каком-то кратком отрезке при решении определенных узких системных проблем, но и долгосрочно. И во многих национальных стратегиях просматривается четкий совершенно акцент на важность международного сотрудничества в части либо продвижения своих национальных инициатив и технологий на международный рынок, и, соответственно, получения доступа к талантам и к наиболее квалифицированной рабочей силе. Я взяла в качестве примера одну из последних стратегий, которая была принята в марте этого года. Это было принято в Великобритании. Стратегия достаточно обширная и системная. Я взяла только ту часть, которая относилась к кадрам. То есть вот в рамках стратегии, которая принята в Британии на среднесрочную перспективу, они определили для себя 8 центральных элементов, где, соответственно, цифровая экономика является одним из первых пунктов, одним из центральных. И, соответственно, опираясь на эти 8 основных элементов, они выделили для себя те технологические приоритеты, которые страна рассматривает на горизонт 10-15 лет. И вот в контексте всего, что было сформулировано, скажем так, базово-системного, были определены 6 основных направлений, как стоит Британия выстраивать свою работу с кадрами, как через эти возможные инициативы, которые будут реализовываться на системном уровне, соответственно, идти к тому, чтобы Британия могла сохранять долгосрочно свое технологическое лидерство. Обратите внимание, что здесь четко предусмотрены и возможности развития технологических направлений и их финансовая поддержка, плюс очень активная работа, скажем так, на международном уровне, в части и привлечения талантов, и продвижения технологий, которые Британия разрабатывает на своем внутреннем рынке, и, соответственно, возможность для населения не просто получать, скажем так, базовое образование, специализированное, техническое, но и получать возможность переобучения, переквалификации в течение всей своей жизни. И что вот интересно, вот эта стратегия, которую Британия представила, она четко совершенно коррелирует и увязана со всеми теми предшествующими документами, которые выпускались. В частности, например, этому предшествовала стратегия по развитию искусственного интеллекта, где тоже одним из центральных пунктов был акцент на том, что необходимо развивать кадры, и были прописаны четко совершенно меры. И плюс к этому, естественно, Британия делает акцент на то, что долгосрочное развитие невозможно без обеспечения технологического лидера, продвижения национальных технологических стандартов на мировой рынке и технологий. Наверное, я бы здесь пока остановилась. Спасибо. Спасибо большое. Но возвращаясь к вопросу о том, как Россия себя чувствует в общем тренде, или у нас, как всегда, особенный путь? Анна, как по-вашему? Мы укладываемся в общие мировые тенденции? Я думаю, что мы укладываемся в общий тренд. Единственное, что, конечно, если говорить о том, как это измерить, то, конечно, статистическое измерение здесь затруднено, и здесь во многом очень помогают именно те опросы, которые проводятся, или, соответственно, те данные, которые собирают различные порталы, ориентированные на кадровое продвижение. Но я думаю, что здесь нет. Да, это как раз, я тут передам слово Виталию, с теми самыми цифрами измерений по российскому рынку труда. Виталий, я знаю, что у вас несколько слайдов на этом, довольно новых. Да, я бы попросил включить презентацию. Давайте попробуем посмотреть на то, что действительно творится на территории России. Вот если вы обратите внимание, от общего количества рынка труда, то, что называется IT, то есть не как отрасль, а как, наверное, вакансии, и запрос на какие-то технологические потребности составляет не самый большой процент, 9%. Да, это показывает какую-то емкость, да, и какой-то, наверное, запас еще, которым нам стоит стремиться. Очень интересный график – это динамика вакансий резюме за 22-23 и первый квартал 23-го года. И она показывает, дает ответ, на самом деле, на тот самый пресловутый вопрос, а есть ли у нас дефицит в тот самый пресловутый миллион. Вот если вы обратите внимание, то с момента начала спецоперации количества вакансий, который был на уровне в среднем 127 тысяч в месяц, запрос, он начал падать. Почему? Закрылось огромное количество офисов иностранных компаний, да, они ушли с рынка, да, пропало оборудование какое-то, рынку и вообще отрасли, и людям, которые занимаются IT, нужна была адаптация. Они даже были быстренько переехать на новые рельсы, понять, что они будут делать, с какими продуктами, да, с какими технологиями. Поэтому количество вакансий просело, и в августе было, там, прошлого года в районе 80 тысяч, что, наверное, такой достаточно показательный момент. Но сейчас, вот уже на текущий момент, уже вернулись к цифрам до СОО, и если такой тренд будет до конца года продолжаться, то мы наберем где-то в течение года миллион 200 запросов, да, то есть миллион 200 вакансий, которые нужны рынку, в отрасли IT, которые должны будут заниматься IT. Но также обратите внимание, да, то есть, несмотря ни на что, несмотря ни на все кризисы, да, количество людей, которые себя называют IT-шниками, развещают в своем резюме как IT-шниками, он постоянно растет. А следовательно, это высоко конкурентная профессия. О чем говорит? То, что на одну позицию существует конкуренция. Сейчас она составляет на текущий момент 3,3 человека на одну позицию в среднем. Понятно, что есть позиции, где она чуть выше, где ниже, но это такой средний тренд, который показывает, что рынок на текущий момент все-таки не является рынком соискателя. Ну, а потому что есть из чего выбирать, есть с чем работать, с одной стороны. С другой стороны, война за таланты никуда не ушла. Люди высоко подготовленные, талантливые, которые смеются создавать value, они всегда будут ценнее. За них большие компании, в основном большие, да и мелкие, будут всегда вести всего лишь увеличивающуюся борьбу конкурентную. Потому что если вы возьмете профессионала, ему проще передать свои знания другим людям, быстрее компанию вывести на технологическое лидерство и так далее. Плюс обращаю внимание, что существующий запрос в 1200, в миллион 200 вакансий, это всего лишь существующая на текущий момент ситуация, которая позволяет каким-то образом на плаву удержаться. Если же мы хотим задуматься о технологическом лидерстве в чем-то, то есть в какой-то из этих отраслей, то айтишников нужно радикально больше. Вот тут предыдущие коллеги показали программу Великобритании, но она на самом деле не является технологическим лидерством. Если вы знаете, то всего 30 областей, которые называются технологическим лидерством, и в большее 90% из них лидерство занимает Китай. Они пошли по другому пути. Их программа банально проста в связи с огромным наличием человеческого капитала. Они просто берут вместо одной команды по искусственному интеллекту, делают их 200. То есть вместо одной команды по какой-то технологии, они их делают 200. И количество рано или поздно превращается в качество. В связи с этим они забирают технологическое лидерство себе. Россия является технологическим лидером всего лишь в одной области, как ни странно, пока еще. Эта область называется взрывчатые вещества. Тут мы абсолютно технологический лидер, недостижимый пока для других людей. Обращаю еще внимание на очень интересный тренд, который вообще рынок труда затронул на в IT. Он просто очень ярко выражен. Я не буду декламировать каждую цифру. Но в общем и целом происходит гендерная замена. Все больше и больше девочек будут работать в IT, вытаскивать новые технологии, потому что работодатели запрашивают как более стабильных, более усидчивых, как показала практика, меньше имеющих склонность к удаленке неоправданной, а следовательно для бизнеса более выгодных. Ну и как водится, технологического коня на скаку, судя по всему, будут на их хрупких плечах останавливать, то есть забирать какое-то лидерство. Тренд показательный, потому что сначала это было, мы думали, что это некий всплеск, а теперь действительно целая волна, и в ближайшее время в большинстве отраслей IT, в большинстве направлений не только IT-оцифровизации, мы все больше и больше будем видеть наших милых дам. Вкратце вот такая вот картинка, которая описывает некое состояние, которое показывает, что у нас действительно есть дефицит. Дефицит серьезный, несмотря на наличие вроде бы людей, потому что конкуренция есть на позицию, но, судя по всему, недостаточен уровень обучения, возможно, недостаточно компетенции, каких-то опытов внутри проектов, недостаточной передачи знаний на рынке. То есть нужно искать этот фактор, понимать, как с ним работать, для того, чтобы компании могли развиваться вперед. То есть те потребности, которые обычно заявляются в качестве дефицита кадров, он скорее качественный, да, дефицит, чем количественный. Картина говорит простую вещь. Люди есть, но работодатель не каждого из этих людей готов взять. Они еще, эти люди между собой еще и конкурируют. Ну почему? Когда произошел скачок, фазовые изменения, мы все ушли в ковид, многие начали заниматься IT. Почему? А чем еще думать заниматься? IT позволяла изучать саму себя, потому что это относительно просто изучаемая вещь, сидя дома за компьютером. Многие этим занялись. Они отучились, отучились какие-то студенты, они вышли на рынок. Но в связи с тем, что в большинстве компаний была потеря гигантской передачи опыта, почему? Все отрадовались удаленки. Сейчас огромное количество IT-гигантов возвращают людей в офисы по одной простой причине. ДНК компании, ее опыт, ее знания, какие-то закрытые вещи передавать удаленно через Zoom, Skype и еще что-то безумно тяжело. А вживую, я не знаю, как это называется, кофемитинги, когда ты в кухне кого-то поймал, быстро у него идею забрал, сам подарил и быстро дальше побежал. Вот этого по Zoom не сделаешь. Плюс, простите, баналищина. Кто бы меня не убеждал, что удаленка хорошо. Когда мы сидим, даже у нас здесь соберется 100 человек. Диалог, который может быть, он гораздо быстрее будет. Почему? Представляете, 100 человек в Zoom, и каждый говорит по одному. Потому что, если говорят двое, то уже никто не слышит. А когда вы собираетесь с людьми, то можно и покричать. Все равно даже тихий голос будет услышан. Передача информации работает быстрее. Пока другого не придумали. Я бы предложил эту идею протестировать и подключить как раз со спикера, который у нас удален, Юлия Горячкина. Если вы нас слышите и видите. Здрасте. Добрый день. Добрый день, коллеги. Я знаю, что у вас там параллельно важные мероприятия, как раз связанные с развитием нашей темы. Благодарю, что вы смогли найти возможность подключиться. Хотел бы задать вопрос в продолжении нашей темы. Какие основные драйверы изменений, собственно, рынка труда и кадрового ландшафта в контексте цифровой экономики вы видите? Глеб, уважаемые коллеги, большое спасибо, что вы рассмотрели возможность удаленного включения. Мы сейчас находимся в российском квантовом центре в Сколково, где проходит открытый урок цифры по направлению квантовой компьютеры. И вы знаете, что интересно, в дополнение, наверное, тем трендам, которые сейчас красиво и ярко представил Виталий, можно сказать, что ранняя профориентация является какой-то грандиозным вкладом государства в тот дефицит формированный IT-специалистов. Почему? Потому что мы видим, например, по уроку цифры, что за три дня один никотников уже ознакомились с тренажерами. О чем это говорит? На самом деле, спасибо большое за вопрос, Глеб. Это действительно очень важно, сформировать общие инициативы государства, бизнеса, образовательных учреждений, что с точки зрения ликвидации этого катастрофического дефицита. Цифра сейчас проникает везде, во все сферы экономики. У нас их выделено с вами 12 приоритетных, начиная от транспорта, добывающей и обрабатывающей промышленности, медицины и так далее, и так далее. Везде нужны специалисты в области IT, но также для формирования кадрового потенциала страны, для укрепления кадрового суверенитета. Необходимо также еще и укрепление научных сотрудников, и привлечение детей, и взрослых, и, соответственно, качественное обучение. И с точки зрения научной составляющей, именно поэтому был сформирован проектный офис по сквозным дорожным картам, квантовые сенсоры, квантовая коммуникация. Ну, в общем, ребята, мы действительно сейчас в историческом моменте. Да, японцы говорят, если хотят кому-то пожелать проблемы или зла, они говорят, желаю тебе оказаться в моменте перемен, в том моменте, когда спортует одна технологическая реальность и вторая технологическая реальность. Но этот период очень интересный и замечательно, что существуют государственные инициативы, с помощью которых данные вопросы, этот дефицит IT специалистов, дефицит качественно обученных IT специалистов, сейчас возможно решить, в том числе с усилием государства. Здесь я говорю о таких проектах, как цифровые кафедры, в рамках которых более 250 тысяч студентов, несмотря на то, филолог ты, или продавец, или даже врач, у вас будет возможность в рамках 250-часовой переподготовки переобучиться на IT. И, соответственно, вузы приоритета 2030, 114 вузов образовательных, занимаются этой инициативой с учетом Минцифры и Миноборнауки, которые определяют финансирование данного проекта. Но что важно, наконец-то, уникальные условия, когда бизнес проверяет образовательные программы, когда есть возможность интегрироваться в образовательный процесс, что уже может являться ключевым шагом с точки зрения качества образовательных программ. Уникальная инициатива цифровые профессии также продолжает существовать, но мы понимаем, что мы сейчас не в количество должны идти, а действительно в качество. В этой связи мы считаем, что те инициативы, которые транслируют Минцифры России, катастрофически важны. Но, друзья, можно бесконечно говорить о том, что у нас все горит, и необходимо срочно формировать кадровые потенциалы, кадровые инициативы, но ничего никогда не будет идти в светлое будущее, если мы не будем заниматься ранней профориентацией, если не будем заниматься детьми. Именно поэтому тоже точка приложения усилий в этом вопросе, в случае, она цифровая экономика, за причами которых появляются, стоят 30 компаний-лидеров цифровой трансформации. Мы пытаемся делать совместные проекты с государством, такие как урок цифры, цифровой ликбейс и так далее, и так далее. И, конечно же, такая инициатива, как код будущего. Я знаю, что прекрасный спикер также украшает нашу сегодняшнюю дискуссию, расскажет о нем подробнее. В общем и целом, подводя итог к своему короткому выступлению, мне бы хотелось, во-первых, поблагодарить площадку. Глеб, спасибо большое за то, что вы поднимаете такие важные тематики. Спасибо большое дорогим спикерам, которые ощущают эти тренды и транслируют это в паблик. Еще больше радостно, что больше айтишниц действительно укрепляют нашу цифровую экономику. У нас была гипотеза о том, что женщина – это точка принятия решений в семье относительно себя, траектории мужа, ребенка, подруг, потому что мы более активны, более любим разговаривать и, соответственно, евангелизируем все общество в сторону айти. В этой связи мои, если вы спросите меня, оптимист я или не пессимист, мне кажется, что у нас все должно получиться. Точка? Спасибо большое. Конечно, получится. Мы специально подобрали сегодня гендерно равный состав. У нас 50 на 50. Это не в плане соревнований, а в плане представленности. И чему я очень рад. У меня в связи с выступлением Юлии есть вопрос, какие же отрасли, да, она затронула вопрос, есть отрасли-передовики цифровой трансформации, ну, мы там, обычно это мы знаем, как финансовая отрасль, телеком-операторы, банки, понятно, ритейл очень хорошо подтянулся. Ну, вот кто следующий? Куда, допустим, людям, которые сейчас занимаются своим карьерным ростом, на кого им смотреть? Кто следующие, ну, не аутсайдеры, а как раз середнячки, которые хотят выбиться в передовики? Я, наверное, Дмитрию этот вопрос задам, потому что я знаю, что корпоративный университет Сбербанка, это не просто университет, который обучает сотрудников Сбербанка для Сбербанка, но очень активно свои образовательные услуги дают на внешний рынок и много работают в B2B-сегменте. Дмитрий, тогда нам слово. Да, ну, как Глеб сказал, действительно финансовый сектор и вот банкинг, они действительно сейчас впереди, но вот мы анализируем относительно того, кто действительно приходит, и Виталий здесь правильно сказал, что называют себя айтишниками, это очень хорошее слово, вместе именно, потому что реально те, кто приходит на работу, они не всегда отвечают потребностям бизнеса, достаточно слабые, и поэтому мы действительно запустили вот эти внешние программы, которые позволяют нам обучать людей. Все началось с того, я, наверное, немножечко полистаю, по презентации пройду, все началось с нашего подхода, то есть у нас обычно, когда человек приходит, мы его берем на работу, это вот подбор, дальше проходит адаптацию, дальше он начинает развиваться. Мы разработали специальные матрицы компетенций, на основании которых с нашими сообществами айти оценили, какого уровня должен быть человек, какими знаниями он должен обладать, и после того, как он проходит некоторую профоценку, мы выясняем, чего же он не знает, потому что, как ни крути, и мы большие, и много компаний, похожих на нас, достаточно больших, когда рекрутеры не всегда понимают, кто же попадет к ним на работу. Если говорить как бы о гигантах, то это сейчас выправляется с помощью дополнительных обучений, но если вот мы вспоминали область, например, медицины, то там сейчас тоже очень много айти, и там много искусственного интеллекта, и отобрать рекрутером с какой-то медицинской организации или медицинского бизнеса хорошего человека, который действительно понимает и может построить модели, очень сложно. И поэтому на самом деле наш путь это именно подбор, адаптация, дальше оцениваем и начинаем учить. С точки зрения, как человек развивается, вот примерно в такой картинке, то есть человек растет, уровень за уровнем, развиваясь, продвигаясь, и понятное дело, что именно такое вот вовлечение человека в некоторую систему позволяет его сохранить, чтобы он опять не вышел на рынок и не ушел в какую-нибудь другую компанию, пополнив тем самым список тех резюме, которые появляются каждый день. Пример матрицы, как это у нас выглядит, просто решил показать, то есть вот для каждого уровня, мы их называем джуниор, миддл, синьор и мастер, и люди развиваются. Это то, что происходит внутри, но я бы хотел сказать, вот возвращаясь все-таки к вопросу Глеба, это такая была пред, мы осознали, что мы на входе хотим иметь не так называемых айтишников, а людей, которые действительно отвечают нашей матрице на позицию джуниор или миддл, разработчик или дата-сайентист. Мы разработали в 2019 году школы новых профессий, любой человек может попробовать переобучиться в течение полугода на новую профессию, там достаточно интенсивное обучение, сначала это было сделано для Сбера, внутри Сбера, то есть человек, например, менеджер продаж в офисе Сбербанка хочет стать специалистом по дата-сайенс, у него, допустим, есть там физмат-образование в каком-то региональном вузе, допустим, и он пробует в вечернее время учиться, у него большая мотивация, он за эти полгода проходит, и у них очень хорошие показатели на выход. Вот за этот период времени мы обучили более 5000 человек, более 1000 у нас выпускников, более 900 остались в Сберии и трудоустроились на новые вакансии, но при этом мы как бы не запрещаем уйти в другую компанию, потому что ну в целом человек может быть не нашел подходящего себе места, выходит на рынок, но мы уже как бы благодарны за то, что он действительно развился, может быть он там через компанию снова вернется к нам, это такая тоже распространенная история. На правлении сейчас мы сделали уже 13 штук, вот они представлены, и параллельно с этим мы осознали, что этот же механизм позволяет хантить не только внутри себя искать таланты, но и вовне, поэтому мы подобные программы запустили и через университет 2035, сделали стажерские школы для студентов вузов, когда студенты могут параллельно с тем, что учатся, проходить дополнительное обучение и дальше развиваться. Ну вот пример трека дата инженерии, когда человек подается через заявку, любой желающий может попасть, проходит дистанционные курсы самостоятельно, только вебинарская поддержка из разряда ответа на там основные вопросы, и после этого он обязан сдать входной тест уже на более сложную школу, если он выдержал эти три месяца, то он может продолжить обучение, после чего он сдает профтест, мы смотрим, насколько он готов, и если он отвечает позиции джуниор, то мы его уже берем к себе. Сравнение с другими программами, мы проводили хакатон, здесь участвовали выпускники высшей школы экономики в ФКН и выпускники нашей полугодовой программы. В результате 7 из 10 позиций, наши, вот они выделены такой рамочкой, ну и вот, как я говорил, 13 новых треков мы сейчас запустили и развиваем их. В целом по направлениям, которым мы работаем, это и работа со студентами в разных вариациях, как стажерские школы, так и дополнительная прокачка, так и делаем, мы понимаем, что с каждым студентом лично мы не повзаимодействуем, поэтому мы создаем специальные летние школы, программы для прокачки преподавателей вузов, которые дальше уже внедряют наши программы в себе, в учебные программы, чтобы развиваться. Точно так же работаем, делаем различные олимпиады, хакатоны, приводим к нам экскурсии, чтобы посмотрели, чтобы большая мотивация появилась к обучению и приходу к нам. Это, в общем, вот пример взаимодействия. Ну и последнее по этому поводу слайд я не делал. Мы, ко всему прочему, начали работать еще с компаниями-партнерами, обучаем их и специалистов, и руководителей, потому что, понятное дело, не каждая компания может позволить себе как раз такую прокачку. И тем самым, обучая руководителей, поясняем, а что же там такое анализ данных, как устроен пайплайн разработки, они лучше начинают понимать, кто же им нужен на входе, и тем самым набирают уже более правильных людей, которые делают те задачи, которые им нужны. Да, это очень важный тезис о том, чтобы масштабировать технологии цифровой трансформации в передовых отраслях, конечно, нужны какие-то пакетные решения. Я, как, допустим, сельскохозяйственный гигант, пришел бы к вам и просто закупил пакетом вот такую траекторию для своих сотрудников или для тех, кто хотел бы ко мне пойти работать, тогда через какое-то время, ну, там, полгода, вы сказали, это в среднем, наверное, там, плюс-минус, там, через год я буду уже иметь хороший задел кадровый для того, чтобы ускорить свою цифровую трансформацию. Буквально за прошлый год у нас как раз и, не буду называть компанией, и «Нефтянка», и «Сельхозка» прошли обучение, и «Телеком». Прекрасно. Да и «Телеком» к вам тоже приходит. Это очень хорошо. Я бы хотел после этого чуть спуститься на уровень ниже, потому что когда мы говорим уже там об уровнях джуниор, миддл, сеннер и мастер, это уже люди, которые там, условно, вышли из школы, даже закончили университет и уже там ищут свою траекторию кадрового жизни. Но Юля об этом упомянула, и я знаю, что это очень важная тема, чем раньше мы начинаем там и профориентацию, и развитие навыков софт, наверное, прежде всего, тем быстрее, тем меньше будет занимать там тайм-то-маркет у того человека, который выходит в этот мир. Я Евгении хочу передать слово. Расскажите, пожалуйста, что делает федеральную программу в этой части «Код будущего». Да, конечно, Глеб, коллеги. Можно я постою, раз встала, уже так удобнее будет? Конечно. Хотела бы рассказать действительно о нашем проекте. И, с одной стороны, из спикеров получается у меня последний доклад, но, как мне кажется, он, наоборот, будет являться таким обобщающим, потому что, с одной стороны, да, мы прошли уже, значит, информацию, ну, узнали информацию о тех людях, кто уже на рынке труда находится, мы поняли, каким образом работают там со студентами и взращивают специалистов внутри корпораций, но, действительно, самый главный момент, наверное, это заинтересовать человека, дальше двигаться по этой траектории, и, собственно, этим занимается проект «Код будущего», которым я руковожу. Проект инициирован и реализуется под гидой и при финансировании Минцифры России. Идет он буквально второй год. В 2022 году мы стартовали, но, тем не менее, есть уже первые результаты. И да, Глеб, мы учим именно хардам. То есть, не вот софт-скиллы, это действительно очень важно, но все-таки сейчас, ну, скажем так, с разных сторон с детьми занимаются, нам все-таки хочется дать им именно базовые знания и базовые навыки. В целом, проект «Код будущего» сейчас, на текущий момент, реализуется для школьников 8-11 классов по современным языкам программирования. Вот с текущего года, с 2023, когда мы будем набирать новый поток, у нас добавятся еще студенты среднего профессионального образования и, независимо от курса, они смогут получать такие знания. В этом году, кстати, мы планируем набирать более 140 тысяч человек. На текущий момент учатся порядка 130 тысяч человек, ребят, которые вот уже, скажем так, перевалили за экватор, то есть прошли уже большую половину курса, который им предстоит пройти. Что еще здесь важное? Ну, как я уже сказала, что проект финансируется Минцифрой России и 100% является бесплатным для самих школьников. На самом деле, это очень хорошая, серьезная поддержка для ребят, особенно в регионах России, так как у нас провайдерами являются крупные IT-компании, которые действительно для себя, по факту, готовят будущих сотрудников. С одной стороны, с другой стороны, это крупные университеты, и каждому ребенку предоставляется возможность познакомиться вот с этими вузами, с этими специальностями, направлениями, особенностями и так далее, и дальше выбрать уже себе эту траекторию, которая наиболее для него подходит, наиболее для него интересна. У нас 104 программы на текущий момент, 3 уровня, это начальный, базовый и продвинутый. Естественно, максимальное, наверное, число, как мы и ожидали, у нас обучаются ребят на начальном и базовом уровне. На продвинутом уровне, ну, наверное, в школе еще не так много школьников обладает теми знаниями, чтобы учиться на продвинутом уровне, но, тем не менее, мы рады, что они есть, и по факту это вот те ребята, которые уже с 14 лет, с 15 лет становятся сотрудниками, в том числе крупных компаний. Такие примеры и в России мы тоже знаем. Ну, здесь немножко просто для вас статистики. Дальше перейду к тому, что хотела сказать в основной части доклада. Ну, мы видим, что ожидаемо мальчишек больше, чем девчонок пока, хотя коллеги сказали, что сейчас тенденция меняется. Но, тем не менее, вот пока среди наших ребят так. Очень интересно, что в основном 8-9 класс ребята наиболее активно занимаются. Конечно, можно сказать, что 10-классники, 11-классники, они уже определились туда, куда они пойдут, где они будут дальше учиться. 11-классники готовятся к ЕГЭ, все это так. Но, на самом деле, разговаривая с ребятами и проводя такие социальные опросы среди них, мы поняли немного другое, что все-таки 8-9 классы, ребята, они со своей стороны пока еще больше заинтересованы смотреть, что вообще происходит в мире, в жизни. И они, кстати, говорят о том, что даже если они не выберут IT-профессию, для них все равно это будет таким полезным навыком, потому что на самом деле они понимают, что сейчас технологии, они везде, абсолютно в любой отрасли экономики, и для них это очень нужно. Но вот самым востребованным языком программирования у нас является Python. Понятно, что разработка игр, но это такие вещи, которые каждый школьник, каждый ребенок понимает, поэтому понимает результат своего обучения. Кстати, очень интересный факт, у нас 63% ребят обучаются на онлайн-программах, хотя можно было выбирать онлайн и офлайн, соответственно, разницы между этими направлениями, ну, ни по качеству, ни по количеству часов нет, но, тем не менее, ребята вот все-таки уже начинают привыкать и говорят о том, что мы же программисты, мы будем заниматься онлайн, нас это вполне устраивает. Ну, на самом деле, теперь про как бы другую сторону проекта, не о конкретно школьников, которым действительно дается возможность и профориентироваться, и, значит, дальше выбрать какую-то профессию, а на самом деле то, о чем, наверное, здесь мы, коллеги, с вами говорим, это о необходимости восполнения дефицита IT-гадров в стране, о том, что для того, чтобы это сделать сейчас самый, наверное, правильный, хотя он долгосрочный вариант, это готовить нашу молодежь к тому, чтобы они выбирали в дальнейшем обучение по IT-специальностям и работу в IT-компаниях. Ну и с точки зрения, естественно, регионов и страны в целом, это повышение нашего благосостояния, да, роста экономики, для того, чтобы все-таки у нас в стране появились наши IT-продукты с точки зрения независимости, безопасности и расширения возможностей в любой сфере. Здесь хотела бы рассказать конкретно коллеге о том, как устроен проект, так как помимо Минцифры и нас, как федерального оператора, у нас действительно задействованы на текущий момент 21 провайдер, в этом году их будет больше. Мы сейчас сотрудничаем с 87 регионами Российской Федерации, включая новые территории. Не все у нас пока новые территории подключились к проекту, но я думаю, что в этом году мы доработаем эту ситуацию. Соответственно, это родители, это дети, это сами образовательные организации. И вот таким образом, наверное, выстраивая вот эту экосистему, выстраивая структуру, которая позволяет на всех уровнях абсолютно контролировать этот процесс, с одной стороны, а с другой стороны, давать обратную связь по его реализации, каким-то образом менять проект под действительно задачи регионов, под задачи самих детей и родителей, собственно, вот таким образом мы его строим. На текущий момент у нас больше 4 тысяч площадок открыто в субъектах Российской Федерации. Каждая из этих площадок проводит вот как раз он оффлайн занятия. И действительно, со стороны школ есть тоже огромные преимущества. Вот, кстати, на этом остановлюсь и, наверное, буду завершать. Мы все знаем, что для того, чтобы вырастить IT-специалиста, нужно, чтобы был тот, кто растит этого IT-специалиста. Естественно, ну, компании, крупные корпорации вкладываются в эти задачи довольно серьезно. Понятно, что у многих есть там свои корпоративные университеты, свои какие-то центры обучения, но по факту начинается все это со школы. И, конечно же, вот для того, чтобы начиная со школы ребенок уже понимал, что это интересно, что это полезно, что это несложно, что этим можно и нужно заниматься в дальнейшем, важно, чтобы были педагоги, которые умеют это делать. И вот в рамках проекта каждый из провайдеров, заходя в какой-то регион, заходя в какую-то конкретную школу, в первую очередь работает над тем, чтобы передать учителям этой школы знания, технологии, программы, навыки, ну, то есть таким образом, на самом деле, повышая качество знаний и возможности обучения педагогов в том числе. Поэтому мы очень рады, что этот проект реализуется, действительно видим и слышим большое количество позитивных отзывов и особенно радует, что на самом деле, благодаря Минцифре России сейчас выстраивается такая хорошая, серьезная экосистема по подготовке специалистов, начиная со школьной скамьи. Коллеги, спасибо. У меня вопрос возник, возвращаясь к началу вашего выступления, когда я там сказал про софт-скиллы, поправили меня, сказали, что вы больше занимаетесь хардовыми скиллами. Ну, на мой взгляд, есть некоторая тенденция к, с одной стороны, софтизации хард-скиллов, с другой стороны, хардизации софт-скиллов. Насколько это там правда? Потому что раньше было понятно, есть вот скиллы, которые мы можем там, надо сказать, базовыми, да, там есть какие-то продвинутые, точечные. Сейчас мир меняется очень сильно, мы сейчас как раз про это тоже поговорим, какие профессии будущего мы могли бы там сейчас увидеть, чем надо заниматься сейчас. Ну, например, программирование, это софт-скилл или хард-скилл сейчас? Или даже не сейчас, а через пять лет. На самом деле, Глеб, поняла, да. Я бы хотел перейти к дискуссии общей, потому что мы все доклады вам показали уже, и теперь наконец можно поговорить. Теперь, да, давайте поговорим. Отвечу тогда, поскольку именно мой ответ вызвал сейчас дальнейший вопрос к этой дискуссии. И со своей стороны, наверное, я сейчас задумалась о том, что действительно воспринимаю уже, возможно, не совсем правильно софт-скиллы и хард-скиллы, да. То есть действительно, опрограммирование это софт-скилл или хард-скилл. Сейчас в моем понимании это хард-скилл. Ну, то есть это конкретика, которую там знает человек, изучает человек. То есть это не что-то там базовое, да, не какой-то навык, который можно применять в сквозном виде. Хотя на самом деле это не так, я сейчас это поняла. И спасибо вам огромное за этот вопрос, потому что действительно через пять лет, я думаю, он точно перейдет в разряд софта и будет востребован абсолютно везде. Ну, там программировать на питоне, да, там, наверное, это там хард. А вот знать, как программирование работает. Или, например, уметь задавать вопросы искусственному интеллекту так, чтобы он запрограммировал за тебя, а ты воспользовался этим результатом. Ну, то вот к вопросу, да, сейчас такая хайповая тема, чат GPT, одна из его версий, и уже следующая готовится. На самом деле, если его попросить, он за вас много чего запрограммировал. Это, естественно, будут профессии иникищиков, то есть людей, которые в IT в любой отрасли, да и не только в IT, там, бухгалтерии, юристов, которые занимаются, на самом деле, просто исполнением правил, эта штука их заменит. Но там же возникает совершенно другой вопрос. Процесс уже неостановимый фазового перехода, и эта штука точно рано или поздно обретет некое самосознание. Так вот, само по себе программирование, оно не как было хардом, так и харддом и останется. А вот когда вы начнете так называемый искусственный интеллект или полуискусственный интеллект обучать какой-то этике, простите, если вы не знаете софт-скиллов, то есть если вы с человеком не можете общаться, как вы с роботом-то сможете, как вы его чему-то научите. Поэтому, естественно, то есть когда произойдет глобальная цифровизация, то есть многие профессии не будут заменены, то есть вот нет этого тренда, что аббат всех заменят. Нет, они станут другими, другие скиллы нужны будут. Нужно будет задуматься именно о софт-скиллах. А у многих, к сожалению, они в связи с определенными моментами очень слабо развиты. И работать без софт-скиллов в команде невозможно. Работать на удаленке с плохими софт-скиллами вы можете быть гениальным программистом, если вы с командой общаться не умеете, не умеете свою идею передавать, не умеете ее транслировать, заряжать, ну еще куча всего, особенно на удаленке. Попросить работать вы не будете. И не будете никаким эффективным, и компания будет выбирать того, кто сможет вот эту штуку сохранить и передать. Поэтому роботы нас не заменят. Мы вынуждены будем учиться другим вещам. Самая банальная вещь, да, робот, который, вот, в чем, почему сейчас многие, да, то есть воспринимают то, что страны и крупные корпорации вышли с письмом, давайте запретим чат джапитинь. Кто-то говорит, да блин, они упустили технологию, вот они хайпуют, а у меня совершенно другое, да, то есть побаловавшись с этой игрушкой, я обнаружил очень интересную вещь, она научилась врать. И врать профессионально, и вранье вы это не отличите. И этических норм у этой штуки никаких, чтобы остановиться. А это уже говорит о совершенно, ну там, переходном процессе, да. Она прошла тест Тьюринга, она прошла куда как более сложный тест по построению стратегии. А теперь представьте, у вас есть инструмент, который может создать любую стратегию очень быстро. И причем на вашу этику этому инструменту очень глубоко без разницы. Потому что у него нету пока еще нечем, не научили его. И возникает совершенно новая профессия, да, то есть этический кодер. Это человек, который будет сидеть и обучать машину, быть немножко, назовем так, человечной. Вот это профессия будущего, которая уже, наверное, в крупных корпорациях, она уже в каком-то зародыши, наверное, есть. У вас есть, точно, я знаю, я не знаю, как она точно называется, но я знаю, что вы над этим работаете, да. И это мы говорим фактически о текущем дне. Очень сложно представить, что будет дальше. Но сейчас большинство профессий, вообще рынок труда столкнется с тем, что вот в пресловутой церковизации настолько, вот она нас сначала в момент ковида по голове молотком ударила, заставила многих, да, от калькулятора к смартфону перейти. А сейчас еще раз ударит, потому что вынужден будет человек определять, а с кем он общается. С роботом, ну то есть с кодом или с человеком, или еще с какой-то сущностью. А как с этим жить, а как это воспринимать, а как быть в той ситуации, вот смотрите, ведь банальщина, мы к этому привыкли с одной стороны, почему, потому что пока можем отказать. Многим же роботы звонят. Здравствуйте, я там Глаша, хочу вам представить зубную клинику такую-то, да. Многие из вас определяют, человек это звонит или робот, а ведь это только начало. И появляется целый сон новых профессий, которые завязаны будут на взаимодействии. Например, фронт-инженер, например. Банально, да, то есть вы говорите, какие отрасли сейчас идут на это. Мало кто воспринимает агрокультуру и вообще агроотрасль как двигатель прогресса. А вот у нас есть компания наша, российская, которую, слава тебе, господи, ребята не побоялись, что ушли конкуренты, они начинают делать. Они заключили контракт с президентом Беларуси и выпускают полностью беспилотные комбайны. Так не просто комбайны, а еще весь обвес вокруг него, да. И, в результате, можно полностью цифровой колхоз сделать. Другой вопрос, да, то, что нужен теперь человек, который обучит робота, да, то есть цифровой агроном, да, который скажет, слушай, ну вот, ты же робот, да, запоминай, вот когда лидер оттуда дует, вот, семь, вот так. Да, то есть, но это же скилл, это совершенно новая профессия, которой на текущий момент нет. А большая боль всех учебных заведений, простите, они учат нас вчерашнему дню. Нет учебных заведений, которые учили бы нас будущему, потому что технологии сейчас меняются в сто раз быстрее. Почему Сбер, как структура, вообще занялась обучением? Они прекрасно поняли, что существующие системы и их запросу просто не отвечают. Они каким-то образом пытаются очень быстро сделать так, чтобы очень быстро за свой счет инвестировать в это, да, и обучить людей, которые им смогут к тому пресловутому будущему хотя бы чуть-чуть прикоснуться, приоткрыть шторочку. Дмитрий, а что там с этиком в Сбере? Да, я только перед этикой, я такую небольшую историю. Знаете, вот хард и софт, я когда был проректором МФТИ до 18-го года, занимался учебой. У меня было именно тоже понимание, есть софты, есть харды. А вот в 18-м году я перешел в Сберу, амбициозная задача учить всех диджитал скиллс. И вот этот навык новый, он на самом деле сначала меня как бы удивил, ну, как бы есть два понятных туда и туда, а в Сбере нет, в Сбере три есть еще диджитал навыки. И без диджитал навыков уже невозможно, то есть вплоть до того, что каждый сотрудник в Сбере должен получить свой набор диджитал навыков, начиная с менеджера в офисе, который смотрит двухчасовой ролик там раз в месяц, посвященный трендам. И заканчивая тем, что все руководители обязаны программировать на питоне, обязаны. Вот просто по-другому не может быть, они только так могут управлять командами разработки. По-другому они их просто не понимают, говорят на разных языках. Модели машинного обучения, большинство из них тоже проходят в разных программах, потому что без этого не смогут поставить квалифицированную задачу. Они не понимают, есть ли у них данные или нет и так далее, и так далее. То есть это просто новый скилл. Он ни к софтам не относится, ни к хардам. Прокомментирую еще несколько моментов, которые действительно очень важны. Чат GPT. Новый скилл, цифровой скилл, промт инжиниринг. Это правильное написание промта, это то, что отправляется туда, чтобы получить правильный ответ. Второй навык лежит в софтах, называется критическое мышление. То, что тебе чат прислал, подумать и осознать, насколько то, что он прислал, не вранье, не вообще какая-то лабуда, извините, потому что GPT-3 учили на всем текстовом интернете. И он сериалы текстовые смотрел, все подборки в соцсетях смотрел и так далее. И то, что он вам может выдать, это может быть абсолютно, ну из разряда, вы же не читаете сайты, которые фейковые, да? А он читал. И он может ответить чисто фейком. Поэтому критическое мышление один из очень важных навыков, которые потребуются в новом мире. Кроме того, что надо еще и правильно запрос написать, чтобы получить правильный ответ. Относительно этики у нас действительно существует отдел. Мы сейчас на уровне государства прорабатываем тему этики искусственного интеллекта, появляются рабочие группы, есть ассоциация искусственного интеллекта, где также эта тема подсвечивается. Без этого действительно очень сложно. Однако вот с точки зрения тормозить развитие GPT или не тормозить, я как человек как бы из IT, я, конечно, против. Другое дело, что это действительно надо аккуратно сделать, обвесив этикой, потому что в Европе они просто задушили развитие искусственного интеллекта своими законами. А Китай и Америка, наоборот, искусственный интеллект внедряют в школы, как новое направление обучения. То есть там как бы уже, ну не с первого, но с пятого, там, шестого класса условно уже начинается обучение тому, как строить модели, как использовать, чтобы не было ситуации, что человек выпустился из школы и не может себе что-нибудь сделать. Например, построить нейронку, которая будет рисовать ему котиков. Какие новые предметы в школах должны быть обязательны? Критическое мышление. Новый предмет в школе, знаете, для руководителя сейчас новый предмет. Определить, отчет тебе нарисовал кто? Твой сотрудник? Или какая-нибудь система хитрая? Я более того, я с этим сталкивался. Да, то есть и это сейчас для многих становится головной болью. Потому что айтишники и ребята очень в хорошем смысле ленивые, да. То есть составить там запрос для того, чтобы написать, назовем так, обычную служебную записку там по какой-то ситуации или по какой-то отчетности, да. Единственное, чат GPT пока цифрами хреново работает. Как только его научат работать с цифрами, то есть чтобы он таблички в Excel составлял, вот это будет вообще интереснейшая вещь. Определить, а кто у тебя, компания работает, потому что чат GPT так решил или потому что у тебя сотрудники работают? Есть второй движок, который как раз цифрами хорошо работает, по-моему, в Альфа, в Альфа-Альфа, по-моему. И вот если их объединить, а это собираются сделать, там, да, будет интересно. Ну, кроме критического мышления и проверки, обратный тест Тьюринга, да, что еще нам нужно в школе, фундаментальные знания, там, какие-то, это не математика должна быть, получается, а раньше это была информатика, и когда-то, я помню, был такой предмет. Я вот сейчас немножко подсыплю дегтя в замечательную бочку нашего диалога. Есть очень интересная статистика, которую вот на анон цифровой экономики, кстати, обсуждаем. Ученики девятых классов, которые вот погружаются в вашу в том числе программу, первый же ОГЭ, да, тест, если мне память не изменяет, так вот 90% из тех, кто собирается заниматься IT, они выбирают информатику. Как только переходим на ЕГЭ, от этих 90% остается 5%. Почему? Потому что в большинстве профильных университетов с IT-уклоном информатика не является экзаменационным предметом. Вот кто-нибудь, когда этот объяснит, тогда, может быть, у нас и программы заработают, да, какие-то. То есть предметы есть, но нужно дальше его подтягивать. Нет, вы поступаете в какой-нибудь университет, где учат IT, но информатика не является предметом для прохождения экзамена. Это должен быть обязательно экзамен. Экзамен, ЕГЭ, вот этот тест вы пишете по русскому языку, а не по информатике, для того, чтобы поступить на информационные технологии. Логика потеряна, ну, на мой взгляд. Я, может, не понимаю, может, есть какое-то высокое знание по этому поводу, но это очень странно. Я, может быть, с точки зрения математики не то что возражу, но, опять же, вот приводил пример обучения руководителей. У нас есть программа для руководителей в верхушке среднего звена и высшего звена. Чтобы попасть на нее, человек должен пройти 5 курсов. Это матанализ, линейная алгебра, TR-вер и статы, и еще питон. Вот без этого мы вообще не берем туда, то есть, если экзамен не сдан. Почему? Потому что как объяснить, что такое градиентный бульстинк, если человек не помнит или не проходил в свое время, что такое производное? Ну, работал долго в компании, подзабыл, но это уже необъяснимо. Что такое вектор? Потому что там нет других определений, разве что. То есть, без математики, или что любая модель, она все-таки вероятностная. Что она дает результат с некоторой долей вероятности. Ее можно увеличивать. Метрики качества и так далее все с этим связаны. Поэтому без математики делать как бы в части, ну, не будем брать Java, хотя там тоже много чего есть, но с данными, где мы работаем, это совершенно невозможно. То есть, математика, она как бы остается, и в институты в основном берут математику, информатику многие сейчас начинают уже добавлять, но действительно, как бы это уже больше такой сверху навык, а внизу идет математический достаточно хороший бэкграунд. Слушайте, а как вот попасть на магистерскую программу «Искусственный интеллект» к ГИМО? Там надо сдавать? Что там надо сдать? Я тоже отвечу, я хотела дополнить в отношении математики. Возвращаясь к тому, что обсуждали вначале, как выстраиваться вообще эти траектории долгосрочной работы с кадрами. Например, в США еще в начале века, когда формировали свою позицию по тому, как работа в цифровой экономике, которая тогда так еще и даже не называлась, они сразу поставили акцент на том, что нужно увеличивать часы математики в школе и расширять корпус учителей математики. И этот же вектор тоже был поддержан, в том числе и в Британии. Но там единственное, что акцент был сделан не только на школы, но еще и на расширение числа исследователей и преподавателей в университетах, то есть укрепление этого корпуса. Ну вот, если возвращаться к вопросу про магистратуру, то тоже интересный такой вопрос был, потому что гемогуманитарный ВОЗ, и мы четко понимали, что нам нет смысла стремиться в те ниши, где, собственно говоря, вот такие жесткие хардскилл сформируются. Мы должны помочь тем, кто работает, получилось в первую очередь гуманитарное образование, войти в цифровую экономику, понимать тоже, как, соответственно, работает тот же Python, базовые занятия в течение всех трех семестров есть, и, соответственно, тоже наращивать понимание того, как формируются профессии product manager, project manager, но с пониманием базовых вещей, связанных с IT, с хардскиллами тоже. То есть такое вот, мы стремились делать сочетание. Вообще, я так чувствую, человек будущего, там, не знаю, он обязательно айтишник, во-первых, да, без этого никак, но при этом он разносторонняя, развитая личность, которая понимает, что такое метрики, например, рок-аук и маппи или мейп. С одной стороны, но с другой стороны, умеет критически отделять вранье от простой вранью, от намеренного, например, вранья искусственного интеллекта. Или это я идеализирую? Я сейчас представила врача будущего. Врач будущего – это человек, который уверенно пользуется теми технологиями, которые на тот момент в отрасли освоены, в том числе, там, тот же искусственный интеллект. Он может ими пользоваться, но не обязательно он должен быть айтишником. То есть вот там, если брать те же европейские тренды сейчас, то современный, там, европейский врач – это врач, который, в принципе, там, по отдельным профессиям сам может быстро сделать ультразвук, прочесть МРТ, и, да, посоветоваться с коллегами, которые специализируются в этом направлении, но он может какие-то базовые быстрые выводы сделать, а дальше уже, исходя из своего профессионализма, подкрепляться либо дополнительным мнением, там, эксперта по лучевой диагностике или считая, что ему это не нужно. Ну, то есть не всем надо быть айтишниками. Простой пример. Нет, айтишники – это как исследователи именно технологии айти. Здесь у всех есть смартфоны. Скажите, вы, когда пользуетесь смартфоном, вы все его функции знаете? А на сколько процентов? 5% в лучшем случае. Поэтому айтишники – нет. Скорее, то, что будет в будущем востребовано – это творческие профессии и вообще развитие творчества, да, то есть во всех этих отношениях. Творчество не от слова «картину рисовать», хотя это тоже. Творчество – от слова «что-то создавать». Мы сейчас мало занимаемся созданием, созиданием, креативом, то есть то, чего не было до нас. У нас очень мало фокуса на это. Мы там перекладыванием фактически из одного в другое занимаемся. Дальше, когда у вас заберется автоматизация, ну, это как с автомобилями было у Генри Форда, появился конвейер, да, и огромное количество специальностей высвободилось, да, появился автодизайнер, черт побери. И машина из инженерного средства превратилась в средство маркетинга, да, как и все остальные технологии. Примерно такие же тренды будут и, наверное, в IT, да, но точнее, IT – это всего лишь отрасль, которая развивает технологии. Если мы говорим про узковыделенные технологии, которые будут двигателем, то люди там будут не просто математиками, да, то есть глубоко изучать определенные вещи. Все остальные пользователи, которые используют технологию, да, вы же когда там, я не знаю, Алисе или Сире вопрос задаете, вы же не знаете, как она устроена? Из каких алгоритмов она состоит? Нужно ли вам понятие вектор, чтобы задать, Алиса, а какая сегодня погода? Вряд ли, да, но вы же используете это, а вы можете Алисе и посерьезнее вопрос задать. А сейчас есть эксперимент, вот у меня ребята на работе прикрутили к Сире чат GPT, и Сире стала очень умной. С ней можно диалог вести теперь, да, то есть две библиотеки совести. То есть она поумнела за счет… Она не просто поумнела, да, то есть чат GPT, да, то есть если правильно задаете ему вопрос, он очень развернутый ответ дает, и не просто из базы достал, а как Алисе отвечает, да, я нашла там вот такого-то запись вот такую-то, да, то есть он умеет чуть-чуть думать, хотя пока фигово. Самую простую задачу А и Б сидели на трубе, чат GPT решить не может. Ну пока нет, ну как во второй серии должен… У нас были замечательные советские детские фильмы, там провидцы, да, то есть на эту задачу роботов ломали. Здесь та же самая история. Может быть следующая версия, когда научатся работать с логикой, да, с логикой и со смыслами, вот тогда будет другое. Но возвращаясь к профессиям, да люди будут заниматься другими вещами. Представьте, тот же врач, вот, который мы привели, да, когда у него под рукой набор технологий, легко используемых, как в айфоне, одной клавиши нажимаемых, чем будет заниматься врач? Он будет заниматься изучением, как скальпель лезет? Нет, у него все под рукой. Он будет заниматься той самой креативной деятельностью, как лечить человека по-другому, как создавать какие-то условия, потому что у него на это банально будет время, да, ему не нужно 12 часов стоять, да, то есть околооперационно, потому что робот сделает это точнее за него. И это вопрос уже, ну, текущего момента, да, по телевизору часто в новостях показывают замечательных роботов, которые там проводят какие-нибудь операции. Это вопрос только, то есть, когда доточат технологии, когда появится основной заказчик. Может быть тогда, как там, иногда говорят там про Министерство здравоохранения, может быть, должно быть Министерство здоровья параллельно, и тогда в Министерстве здравоохранения будет больше искусственный интеллект, а здоровьем будут заниматься врачи, которые займются здоровьем, а не болезнью. Я предлагаю искусственный интеллект в Минцифре оставить, там все-таки специалистов в этом побольше, пусть они так крутят, а потом просто раздадут по всем остальным фаилам готовые технологии, и будет не то чтобы счастье, но проще жить. А каждый должен заниматься своим, своим выделенным каким-то моментом. Просто еще раз, новые технологии заберут огромное количество так называемого простого труда. Вот юрист, на самом деле, это всего лишь изучение определенных правил, там очень мало креатива. Да, то есть... Мне кажется, российские юристы не вполне с вами согласятся. Ради бога, юристы могут со мной не соглашаться сколько угодно, только системы, которые уже сейчас могут составить договоры в идеальной... Корпоративные, да, корпоративные юристы, да. А ими пользоваться можно уже сейчас, а дальше можно сколько угодно это обсуждать и спорить. Дальше еще чуть-чуть технология подросла, да, и большая часть работы останется. Останется там один базовый юрист, который будет что с машиной делать? Он ей логику будет задавать, смысл, то, про что и говорим, создавать то, чего не было. А всю черновую работу будут забирать машины. И людям, они не пропадут никуда в профессии, да, то есть они очень сильно, что видоизменятся. А дальше естественный отток-приток, да. Вот когда решают проблему, почему, черт уверяя, идти не популярно. А кто с родителями-то работает, чтобы это популярно было? Вы замечательно, все мы учим, школьников, преподавателей ходим, учим. А кто детям говорит, на кого идти учиться? Вот когда у Евгении был доклад, я как раз хотел этот вопрос задать. Там как раз родители были вместе с детьми. Вы сказали про учителей, я не успел задать вопрос про родителей. Мы как-то работаем с родителями? Слушайте, вопрос интересный. Можно я сначала чуть-чуть прокомментирую предыдущих спикеров, коллег, потом отвечу. Ну, в общем, выводы я сделала следующие. Первое. Нам достаточно двух министерств. Министерство цифры, которое занимается технологиями, и Министерство счастья. Как в Бутане, соответственно, больше, наверное, остальные все функции на Министерство счастья будут выпадать. Значит, по поводу тех скиллов, неважно, софт или хард, которые нужны детям. Вы знаете, вот тоже очень много работаю уже в системе образования, и вижу следующий момент, что знания, которые получают наши школьники, ну и не только школьники, студенты, дети в детских садах, их действительно уже очень большое количество. Но есть сложность в их практическом применении, потому что на самом деле нет вот этой вот связки с реальностью. Да, когда, ну, например, я училась в техническом вузе, и вот мы там изучали закон ОМА, например, там, и как течет ток в электрической цепи. Но, по сути, мало кто вот в тот момент понимал, что вот розетка, и вот как это физически происходит, как вот ток течет действительно вот здесь вот, вот в этой конкретной розетке. Это пример, один из примеров. Но на самом деле, когда ребенка учат, например, тому же программированию, очень важно, чтобы его учили не в отрыве от реальности, от реальной жизни, а все-таки на каких-то конкретных примерах и решения конкретных каких-то задач. То есть, вот, наверное, вот этого сейчас вот нужно все больше и больше, потому что меняются. Виталий, о чем говорит Виталий, о смыслах, это надо доносить смысл того, к чему закон ОМА, не просто как что-то обо что-то там течет и затыкается, а какой смысл это имеет в контексте нашего всего мира. Я бы, знаете, да, еще что-то хотела? Да, ваш вопрос, собственно, про родителей. Ну, действительно, этот вопрос, он очень интересный, потому что по факту, когда мы начинаем внедрять что-то в процесс образования, ну, в той же школе или как доп. образование, наш проект, например, обучение, значит, информатике и программированию наших школьников, а если взрослые, которые находятся, ну, с другой стороны образовательного процесса, в этом никак не участвуют, ну, не участвуют, это еще полбеды, как говорится, а если они категорически против этих вещей, то это на самом деле гораздо хуже. И поэтому здесь действительно есть большая необходимость, она, наверное, уже назрела не только в нашем проекте, но и, наверное, во многих других, именно объяснять, разъяснять, что, ну, как бы, друзья, сейчас, наверное, без цифры, без программирования, без технологий, ну, наверное, уже никуда, то есть на самом деле только в лес, если очень куда-то далеко в тайгу и все. Я про родителей могу пояснить, тоже как родитель девятилетнего сына, который говорит, ну, конечно, я хочу быть программистом, разработчиком игр, потому что у меня Emangas, есть такая игра, он говорит, мне недостаточно, я хочу еще, я пойду разрабатывать сам. Вот это основной драйвер, и тут, конечно, у меня возникает, ну, как же так, ну, а теперь я слышу, что я должен его услышать и понять, что это как раз про его скиллы, которые в будущем ему очень сильно помогут. Пусть драйвер такой простой девятилетний, но ему жить больше, чем мне. Коллеги, я на самом деле хотел немножко подвести, может быть, ну, не итог, а немножко вернуть наш диалог там из хорошего, в хорошем смысле, футуристического русла в сегодняшний день. Какую цель нам в России нужно там ставить для того, чтобы, как это говорится, охватить все возможности, которые сейчас возникают в связи с развитием цифровой экономики? Следует ли нам ставить цель технологического лидерства не только в сегменте взрывчатых веществ? Или нам надо поставить, чтобы не отстать там больше, чем на 15 лет, например? Как правильно формулировать эти цели? Если, конечно, у вас есть соображения по этому... Соображения-то, безусловно, есть, но опять футурология голая, да, то есть, простите, то сейчас не стоит вопрос, что нам выбрать. Стоит вопрос про простые вещи, выживание. Потому что если мы технологически отстанем, совсем отстанем, да, то вы все технологии вынуждены покупать, а это сейчас становится второй нефтью. Не нефтяные продукты являются тем, за что бьются большие цивилизации. Если технологически отстать, то есть не вложиться сейчас в это, да, то есть и не придумать каким-то образом прорывные реальные вещи, я уж не знаю, в чем, да, ну, вот прорывные, то мы просто останемся с краю и вынуждены будем все технологии покупать. Это будет выглядеть примерно так, как сейчас, знаете, со странами, назовем так, не очень развитыми. Вы хотите получить хорошее лечение, вы в этой стране его никогда не получите. Почему? А там технологий нет, которые позволяют вам вылечиться. Самый простой пример, да, вот сейчас у нас произошли определенные события, санкции произошли, и в Россию перестало поступать огромное количество лекарств, очень важных для очень многих групп населения, да, очень важных. Это вопрос жизни и смерти. Нет лекарств, нету жизни и смерти. Ну, а дальше вы можете сколько угодно разговаривать о каких угодно вещах. Так вот, мое мнение, что не надо думать, да, нужно быть лидером, не нужно, нужно придумать что-то, чтобы забрать 2-3 технологические области и остаться в них безусловным лидером. И на это ставится ставка. Безусловно, там, за IT все-таки будущее, потому что без технологии IT вы не сможете развивать другие технологии, это всего лишь один из инструментов, да, то есть у вас не будет развиваться ни одна из других технологий, потому что, простите, если у одного человека компьютер, который, ну, банальный пример, да, вот этот компьютер решает, там, 100 операций в секунду, а этот миллион, кто выиграет? Ну, в банальной, там, бизнес-игре, наверное, тот компьютер, который решает миллион. Поэтому технологии сейчас, именно IT-технологии, да, да, то есть нужно развивать и именно туда вкладываться. Фокусировано много через боли, через не хочу, не могу и так далее. Но это вот мое, мой такой вижен, он, возможно, не всем принятен, понятен, да, там, и все согласятся, отнюдь не претендую. Но практика показывает, да, что если ты технологически отстаешь, я откуда это беру? Я тоже люблю играть. У меня четверо детей, они тоже играют в игры. И там очень интересная всегда ситуация. Не успел на следующий технологический уровень перейти, тебя твои соседи просто с карты и удаляют. Ну, банально, но я вот пример оттуда взял, и как-то он мне запал. И мне кажется, что и в реальной жизни будет то же самое, потому что любая игра есть, особенно масса игра, где играет огромное количество людей, это всего лишь суть отражения той экономики, того социума, который мы имеем на текущий момент. Хотите выигрывать, идите в технологии, придумывайте что-то, не спите ночами, да, то есть делайте какое-то сверхусилие. Ну, простите, мы в таких условиях сейчас находимся, что без этого сверхусилия далеко мы не убежим. Те ребята, которые сейчас на своих плечах технологии в нашей стране выносят, их мало. И им не созданы те условия, которые должны быть. Банально, да, то есть все там про утечку мозгов разговаривают. У нас статистика показывает, нет особой утечки мозгов, но элита уезжает. Почему? Садишься разговаривать с ребятами, которые стремятся найти, что там, понимаешь, у меня вот есть технология, я точно ее разовью, я сделал уже бизнес и прочее, но я боюсь, что мне его в Россию отберут. Вот как бы это ни звучало, вот так говорят люди. Наша задача переубедить, что это по-другому. Если мы верим, что у нас это по-другому. Создать условия, чтобы это действительно было по-другому, чтобы человек верил, что если он бизнес здесь открывает, вкладывается своим здоровьем в технологию, в какой-то продукт, что этот продукт будет здесь жить, ему дадут возможную жизнь и так далее. Если этого не сделать, все остальное будет, особенно молодежью, воспринято через очень большую призму скептицизма. И именно молодежь над нами поржет, скажет, да вы старый, там вообще кукушка, поеду я в Силиконовую долину. Их даже пример не учит, да, то, что в Силиконовой долине сейчас вся красота-то закончилась очень быстро. И сейчас там многие будут ходить вот так вот, подбирать с помощью технологий другие вещи, да. То есть практика, жизнь сурова, да, то есть она показывает, вот это все нужно анализировать, с этим работать. Поэтому еще раз, мое мнение, я не знаю, то есть коллеги поддержат или нет, мое мнение, что именно в технологии, именно в IT-отрасли нужно бешено вкладываться всеми возможными способами, всеми возможными, потому что на технологиях взрывных устройств далеко не уедешь. Коллеги, спасибо большое. У нас еще остается время для некоторых вопросов или для финальных каких-то предложений, или там стейтментов, которые вы хотите сказать. Ну, я бы кратко, я поддержала бы Виталия, потому что я считаю, что на всех этапах, вот если возьмем человечество, есть технологии, которые определяют развитие сейчас и развитие в будущем. Вот мы свидетели того, как цифровизация определит то, как будет развиваться последующие 100, 200, 300 лет, в принципе, сама цивилизация. Поэтому, да, технологическое лидерство, я считаю, что задачу надо ставить амбициозно. Другой вопрос, что недостаточно ее поставить, надо вот именно реализовать. А реализовать, в принципе, всегда, если мы посмотрим там, все, что накоплено в опыте там до нас, это всегда финансовая поддержка, это поддержка того, чтобы любая инициатива развивалась, скоммерциализировала создание этих условий. И, скажем так, еще такой вот момент, именно популяризации этого достижения, этой науки, чтобы те, кто вот сейчас заинтересован, не заинтересован в получении там базовых навыков в цифровизации, они тоже понимали, что есть куда стремиться, и есть что с этим делать дальше. Да, спасибо. Дмитрий, Евгений, если осталось что-то важное, что надо было бы сейчас сказать, скажите, если нет, тогда мы можем, да, Дмитрий. Да, я на самом деле, как некоторые, вот, на самом деле, кроме того, что мы должны внедрять технологии современные, все-таки как человек, да, который учит и учит внутри, как культура съедает стратегию на завтрак, вот изменение культуры, изменение людей, изменение мышлений, это очень важно, и в первую очередь надо начинать с себя, то есть понимание, что там, вы, например, не знаете сейчас какой-то язык, программирование, ну, а лучше питон, говорит о том, что вечером стоит открыть курсы и начать это смотреть. Если вы не понимаете, как работают базовые модели машинного обучения, это стоит, опять же, сегодня или завтра сделать, потому что в дальнейшем вы будете не нужны. Я помню два года назад, когда 3000 андерайтеров, тех самых юристов, были, по сути, сокращены. Мы их переобучили, и они занялись другим делом. И вот робот-юрист, который существует, это не будущее, это уже прошлое. Когда мы взяли из 70 дней оформления кредита для юрлиц, сделали 7-минутное оформление, 7 минут, вместо почти двух месяцев. Потому что мы внедряем технологии. И вот если кто-то считает, что он сделает завтра или послезавтра, то вы теряете время. Поэтому пожелание меняться самим, развиваться, это очень важно в текущей ситуации, потому что человеческий ресурс крайне важен. Спасибо. На самом деле долго думала, есть ли смысл закидывать эту мысль или нет. Цепляет вот эта идея, что нам сейчас сделать, в какой конкретно отрасли лидировать. Вот мысль не моя, но мне она откликается. Хочу ее озвучить. О том, что для того, чтобы сейчас вот в настоящих условиях, когда действительно развитие идет не системно, не медленно, а действительно молниеносно, начать лидировать в тех отраслях, где мы сейчас еще пока не лидируем, наверное, можно только одним способом. Если мы просчитаем вероятное, наиболее вероятное будущее и, скажем так, перепрыгнем в развитие, в то вероятное будущее, которое когда-то будет. То есть, например, на 10 лет просчитать, каким будет все-таки транспорт у нас. И сейчас, уже сегодня, когда еще никто не понимает, как это должно быть, развивать технологии беспилотного транспорта в крупных городах, например, и, соответственно, путей в этом. Поэтому вот тема дискуссионная, вижу, Виталий уже так это... Как айтишник все-таки, да? Я вспоминаю курсы agile, в которых я учился, да? Так вот, большого слона надо есть маленькими итерациями. Пока один будет сидеть, придумывать стратегию, причем чисто математически, предвидеть будущее, которое будет, невозможно. Никакой робот пока этого не может делать. А вот если маленькими кусочками на уровне экспериментов начинаете, одно попробовали, второе попробовали, третье, пока один придумают, четвертый уже внедряет. Так идет Европа, так идет США со своими проектами, так идет Китай со своими проектами. Делать нужно. Потом будем в футурологию играть. Хоть что-то делать нужно начать. Коллеги, я все-таки предлагаю оставшиеся там несколько минут, которые у нас есть, предоставить участникам, которые хотят задать вопросы. Я знаю, что есть вопросы в Zoom, но приоритет пока у нас все-таки уличное оффлайн-участие. Я, коротко, чуть-чуть хотел дополнить Виталия Терентьева. Вы совершенно справедливы, что надо развивать эти технологии, искусственный интеллект и так далее, и дать на это больше денег. Но мы чуть-чуть не договариваем. Если дать больше денег, значит, надо откуда-то взять. Откуда их взять? У кого? То есть должна появиться целеполагание социальное. И эти, как ваши, да? Забираем производство танков и деньги на IT. Согласны? Что главное социальную цель поставить? Зачем? Согласны? Надо забрать оттуда. Не согласен. Просто так деньги ни оттуда не появятся. Я не видел ни одного бизнеса, который бы говорил, давайте вот это делать не будем, а будем заниматься другим. Бизнес занимается и этим, и этим. То же самое и государство. Вот мне очень интересно. У нас денег не хватит? А кто это посчитал-то, что у нас денег не хватит? Есть еще вопросы? Да, представлюсь, я вставил Интерфакс. Вопрос практически согласен с подготовки кадров, школьные, институтские. Есть тоже у нас совместная программа с минусом университета, с высших полной экономики. Но это все сырые кадры. Их нужно обучать, готовить. На это уходит время. Взять хорошего специалиста с опытом 5-7 лет, это стоит приличный денег. И с чем мы сталкиваемся на рынке? Это постоянный перегрев предложений. Постоянно бегает из одной компании в другую, потому что там могут предложить 2x, 3x и так далее. В соцпакет, классный офис, стекляшки и так далее. То есть это все не дает развивать хорошие IT-проекты. Может, нам уже стоит подумать так же, как в Лиге профессионального спорта, вести потолки зарплат по профессиональным критериям. Иначе мы постоянно упираемся на то, что молодые кадры постоянно бегают из одних и тех же компаний. Ну, не будем называть. Зеленая, красная там и так далее. Из винтехов, нефтегаз, из нефтегаза, еще куда-то в e-commerce. И так вот по кругу. А в перспективные стартапы и хорошей компании всегда остается либо молодежь, которая ничего не умеет, либо пенсионеры, либо предпенсионеры. Сами понимаете, с таким стеком много не разобьешь. У меня только один вопрос, я даже не буду комментировать сильно. А где данные вы такие взяли? Вот наша статистика говорит совершенно о противоположных вещах. Бегунков в IT нет. Есть стандартная жизнь внутри проекта, когда он какой-то свой стек знаний реализует. В стартапах у нас отнюдь не всегда плохие какие-то или не специалисты. Стартапы открывают люди, которые работают вот в этих же банках. Причем потом, для чего стартап открывают? Чтобы вот этот же и банк, этот стартап и выкупил. Там великолепные программы поддержки всего этого существуют. Поэтому, когда вы говорите, у нас IT не летит, потому что у нас IT-шники бегают, вы даже не представляете, какие усилия крупные IT-компании вкладывают, чтобы IT-шники у них не бегали. Это первый момент. А второй момент. IT-шники, именно хорошие разработчики, IT, это, наверное, одна из самых стабильных внутри крупных IT-компаний, самых стабильных когортов, где текучка очень низкая. Потому что HR-директора этих компаний отвечают за это головой. Ровно поэтому любой IT-шник, любой более-менее приличной компании, у него и печеньки сегодня такие, а завтра такие, и 80 сортов чая, и еще у него комната отдыха, и капсула сна, и массажист, и пяточки ему почесать, и еще куча всего. Поэтому, ну, честно, я с этой формулировкой не согласен, и мне очень интересно, откуда взяты данные, потому что я готов прям на данных поспорить. Ну, собственно говоря, маленький, короткий комментарий, что, в принципе, на практике, если человек с какой-то периодичностью меняет проект, он расширяет свои профессиональные возможности, вот именно в IT в том числе. Но вот действительно, я поддержу Виталию, что, ну, вот, взаимодействие с отраслью, я таких примеров не могу привести, чтобы люди бегали. И стартапы действительно начинают очень часто делать те, кто уже имеет опыт длительной работы в каком-то крупной компании, ищет какой-то вариант развития уже своего личного. Я дополню, мы смотрим статистику относительно того, кто уходит или нет, и у нас были случаи, когда прям целая команда, они действительно очень стабильные, снималась и уходила в другой банк, другого цвета, в два раза больше зарплаты. Но вот представьте себе, поставить потолок цен для этих людей, ну, каждый из нас хочет как-то развиваться, хочет какие-то улучшения жизни. Если, да, следующий шаг будет реально за границу, потому что у меня есть много друзей, которые сейчас там. Это не только было связано с текущим годом, предыдущим, это вообще в целом. Поэтому запрещать увеличение, это вообще бессмысленно. А то, как мы выращиваем кадры, то, как мы их холим и лелеем, это действительно так. И повышаем каждый год зарплату, развиваем, даем бонусы и так далее. Поэтому точно не ограничение, потому что тогда будет стазис и остановка в развитии. Ну и плюс нельзя забывать, что вот очень верно подчеркнуто, мы же конкурируем, это не на территории России. IT это та отрасль, которая без разницы на самом деле по большей части, да, где сидит человек. В России он сидит, но работает на иностранную компанию. Мы конкурируем со всеми IT-гигантами на этой планете. И поэтому, если мы делаем хоть какой-то потолок цех, то есть вводим в IT-отрасль, которая сама по себе очень гибкая, очень быстро меняется, мы вводим регулирование, по сути, а давайте-ка мы какой-то барьер поставим. Ну, тогда зачем нам технологическое лидерство? Мы какую задачу-то хотим решить, чтобы что? Коллеги, очень жаль, что приходится прерывать нашу интересную дискуссию по поводу вопросов из онлайн. Я их прочитал. Они более-менее предметны, конкретно мы их адресуем конкретным спикерам и к вам вернемся. Не имею права отрывать вас от следующего кофе-брейка, поэтому благодарю всех спикеров, кто смог подключиться удаленно, кто пришел сюда в зал, и вас всех за интереснейший диалог. Спасибо большое. Спасибо. 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 .